привет ребята один из подписчиков прислал мне свой полуавтомат на обзор аппарат итальянский люксовый давайте посмотрим что это за люкс такой аппарат человек прислал издалека аж из ешкаралы посмотрим что здесь масса в комплекте трехметровая прищепка сам аппарат электроды бонусом есть бумага всякие инструкции на русском есть и больше ничего есть коробка с горелками здесь три горелки тефлоновый канал есть наконечники целая куча такой вот аппарат бежевого цвета по размеру кажется большой но 300 катушки сюда не залезают только 200 и 5 килограммовые здесь его разъем байонета 25 что конечно же минус хотелось бы 35 видимо сэкономили дисплей не сенсорный и две крутилки и защита паролем меню и есть модуль pfc power factor correction ручка такая добротная массивная большая удобная сзади здесь только тумбля включения поворотной заземления нет есть штуцер под газ и вот такая таблица можно почитать на паузе ножки здесь прикручены пластиковые не резиновые хотя вроде бы ценник уже достойный могли бы и разориться отсек большой но бестолковый то что 300 катушки сюда не вставить есть ролик какой-то бонусный и вот килограммовые катушки здесь тоже никак не засунешь но не залезают они и переходника никакого нет подающих они здесь двухроликовые откидывается в бок застежка и здесь ролик верхней на пружинке вертушка здесь точность такая же как на китайских аппаратах ролик здесь на шпонке одной держится и держится на такой шестерни которые тоже снимаются шпонка на валу здесь держится мертвым не потеряется есть такие торчащие болты два штуки и здесь даже саморез какой то есть масса здесь с тугой пружиной интересно еще вот эта штука сделано снял разобрал она магнитит бонусом человек прислал три горелки и самый лучший по моему из них это вот это обычная цибора комплектная здесь сопло на резьбе как видно почему так все производители не делают по мне так это самый лучший способ крепежа без всяких этих пружинок самый лучший вариант все сидит мертвое не шелохнется можно иногда в углах на сопло опираться и также закручивается и как видно ни грамма не шелохнется прямо супер единственное что здесь дешевый пластик на ручке и малый ход курка не очень удобно еще одна горелка это 25 уже такая массивная ручка здесь в этом есть такая толстая и здесь около сопла идет такой как бы радиатор который забирает тепло то есть для этого сделано но здесь все также на пружинке обычный конечник пружинки конечно это все не очень хорошо потому что все вот так вот ходуном ходит как-то не айс еще одна горелка паркер вроде как здесь ручка поудобнее такая резинистая руки хорошо держится прям так плотно но все тоже самое на пружинке да еще снимается как-то очень туго здесь конечно получше держится но все равно вот так вот болтань это есть никуда не денешься от этого конечники для 15 горелки длинные а здесь для 25 такие коротенькие видно для фирменной цибора длинные наконечники идут но и здесь еще ролик комплекте тефлонный канал здесь такой металлической рубашки которая вкручивается в канал шланг такой жесткий дубовые пшика всяких лишних не будет добротно по меню аппарата здесь выбор режимов обычный пульс ручной режим ма сварка и тег сварка захожу в обычный синергический режим здесь есть выбор программы программы стандартная под сталь под разный газ настроены под co2 нержавейка алюминий магнистый кренистый алюминий и пайка медью выбираю любую программу здесь все стрелки и толщина и вольты и амперы движется одновременно то есть можно сразу следить за всем что происходит крутить и видеть как меняется толщина амперы вольты далее по меню здесь есть режим работы горелки двухтактный четырехтактный трехтактный для горячего старта есть под режим который можно включить и зациклить на паузе вот он есть настройки горячего старта тоже все регулировки настройки заварки кратера здесь есть двойной пульс который только по опции идет тоже проволоки регулируется мягкий старт проволоки предгаз постгаз и то есть опции заводские настройки информация пароль и настройка языка язык здесь кстати только английский и всякие русского нет в ручных настройках мега здесь можно крутить подачу проволоки она же амперы толщина меняется здесь крутится вольтаж что показалось неудобным то что слишком долго вращать эту крутилку нужно чтобы сменить хотя бы один вольт как-то неподробно режим сварки электродами здесь обычный hot start есть настраиваемый горячий старт форсаж дуги все регулируется можно поднастроить на теге здесь есть пульс а можно также подключать горелку с кнопки поджигать но касанием только ну и немного потестируем этот аппарат на пульсе стали обычная проволока 08 все настроено по программе варит добротно брызг мало очень мягко проволока входит в металл процесс очень стабильный каких-то нареканий нет брызги есть но тут связано скорее всего еще и с настройками то есть если посидеть поколдовать покрутить наверное их можно как-то уменьшить в каких-то моментах получалось все таки вообще без брызг но не всегда брызг на стенке на верхней добротно хватает кремнистые такие включения есть на шве а вот здесь сварил вообще без брызг прямо видно что нету здесь немножко почистил щеткой но варит в общем и целом сталь мягко но только толстым на пульсе тонкую не стоит есть здесь такой спот режим который можно зациклить поставить паузу и нажав кнопку на горелке аппарат будет сам выдавать порции проволоки который будет сгорать и делать такие точки где это применить возможно какие-нибудь зазоры заваривать тонкий металл где-то ковырять банки всякие фольгу кузовщину может быть на толстом металле это конечно баловство здесь максимум что появляется такая чешуя с брызгами а так особо профит от этой функции нет на толстом металле скажу на профтрубе вот эту функцию заварка кратера то есть она зачем нужно чтобы доводить шов до конца и не до вносить еще металла чтобы при пускании кнопки вот в этом моменте проволока еще сама доходила и доваривала кратер с уменьшенным током с уменьшенной подачей получается как бы и начало ровно и конец ровные но в теории то есть нужно подстраивать настраивать чтобы ямки в конце не было то же самое углом назад просто веду ровно и когда буду доходить до конца отпущу кнопку и аппарат должен сам довести металла то есть сейчас уменьшится дуга вот и она сама добивает как бы кратер заполняет в теории должно получаться и начало и конец ровными но надо настраивать аппарат тоже под эту функцию показался здесь невнятным дожек проволоки почему невнятный вот здесь сейчас его накрутил на все что есть на аппарате дальше просто уже некуда крутить и как видно на коротком вылете шарик не докатывается до наконечника то есть по идее ты должен бы здесь вот сейчас начну двигать все выше и выше тут уже сантиметра 3 примерно 4 и как видно дожек проволоки ну так себя работает то есть хотелось бы чтобы она накатывала шарик повыше к наконечнику если включить пульс то с пульсом дожек эффективнее идет за счет широкой дуги видимо но главное зачем покупать этот аппарат это из-за алюминия веду углом вперед при настройке синергетической синергетика здесь прям очень корректно работает не приходится ее подкручивать подстраивать просто ставишь толщину четверку как эти пластинки делаю такие движения вперед назад чтобы подгружить немножко металла чтобы являлись такие небольшие чешуйки и в конце отпуская кнопку и видно да идет доварка кратера в конце конечно каждому аппарату нужна привычка и здесь получилось ну так себе здесь попробовал еще раз получилось получше уже как-то симпатичнее ближе к истине почти как тигом но детальки маленькие и она раскаляется в конце из-за этого идет перегрев сильные то есть тут тоже сноровка какую-то попробую стыковой шов на тех же пластинках 4 миллиметра стык стык без всяких зазоров просто сверху здесь веду просто ровно без каких-либо колебаний металл сам уложится и здесь я выключил настройку до варки кратера сейчас увидите как провалится алюмишка в конце то есть нужно настраивать зачищу посмотрим что получилось но вполне симпатично деталька остыла уже можно взять в руки шов кривенький но тут дело сноровки конечно но в целом варит довольно таки добротно попробовал еще раз здесь валик повыше получился попробую потоньше алюминий двойка есть не пластиночки такие делаю такие движения вперед-назад потому что на тонком металле любой какой бы он ни был движение всегда спасает от прожогов даже если настроить четко то все равно нет шансов что не провалишься в конце вот доварка кратера получается так себе но тут все дело сноровки если так вот поварить конечно час два-три можно прямо идеально выделать этим аппаратом не чернит брызг мало летит добротно здесь немножко получше получилось здесь похуже ну в общем и целом как-то так более-менее но еще человек прислал упаковочку такую маленькую электродов здесь на штук 5 и кто-то по нержавейке какие-то очень крутые это и сапок 6760 309 л черточка 17 насколько я помню они дорогие в районе что-то 4000 рублей за килограмм не знаю где найду кусочки нержавейки тут ученики все бы переваривали меня сейчас чем-нибудь найду и попробуем вот такие электроды и сап это четверка диаметр большой толстый слой покрытие рутилово-кислово попробуем на стаковом соединение нержавейка 3 миллиметра ток примерно 115 ампер и довольно мягко шелестит шуршит обратите внимание что брызг мало летит металл плавно перетекает конечно только здесь надо было побольше иначе вот как видно шлак пытается забежать шлак отбивается здесь легко такой единой коркой цвет такой золотистый угорают всякие химические элементы как видно края не очень ровно и из-за того что мало тока нужно было прибавить сварил еще шовчик только-ток уже сделал 120 ампер уже поровнее угловой шов этими же электродами ток все так же 120 ампер хоть электроды четверка но стараюсь делать небольшие такие колебания чтобы шлак гарантированно не забежал вперед потому что шлака много и приходится его все равно как-то откидывать можно конечно было просто вставить и вести но лучше не рисковать эти электроды мне сравнить конечно не с чем рс и электродов нету есть только они и сравнение какого не получится ни с чем сравнивать шлак отбивается более-менее что получается ровный такой симпатичный красивый если почистить все это дело и кто конечно достойная это наверное лучше электрода что я держал в руках по нержавейке но как бы за такую цену сколько они стоят неудивительно что они должны хорошо варить должны сами все варить оставила с включенным аппаратом вернулся все готово говорят мягко ведешь и они так шуршат по звуку приятно мало брызг мало дыма и по запаху дыма чем-то напоминает какую-то старую советскую изоленту тряпичную который вот только что достал разматываешь и вот запах такой не то что химический а такой приятный на так по аппарату что сказать лучше ли он хэлви что у меня был на обзоре итальянского да лучше но здесь когда достаешь из коробки сразу почему-то бросается в глаза вот это то что 25 бн эту в него и двухроликовая протяжка проволоки все время не покидает такое ощущение что тебя где-то так вот чуть-чуть налюбили то есть аппарат стоит уже космос если недавно до всей этой заварушки он стоил 180 тысяч и казалось как-то дороговато то теперь вообще 250 а может даже и выше цена улетит в космос но надо отметить что на европейских аппаратах даже с двумя роликами протяжка проволоки стабильная то есть поставь хэлви с четырьмя роликами поставь вот этот рядом и по стабильности подачи проволоки вообще не отличишь прямо сложно к чему придраться но всегда как бы жаба душит и хотелось бы четыре ролика но видимо сэкономили а 25 бн это не знаю что так дорого поставить нормальный 35 50 так чтобы мощно и надежно все было охлаждение здесь по продуманней то есть если хэлви постоянно через каждые там три минуты включается выключается своей жизнью живет на меге то здесь если ты поварил поварил оставил его он пошумел все тепло выгнал и будет молчать полдня пока ты им не воспользуешься не включаешь режим мма сварки то уже он шумит постоянно варишь не варишь шумит всегда целый день может шуметь на тик режиме он тоже молчит если не варишь будет в тишине стоять тик режим здесь тоже так же как на хэлви можно включить одиночный это когда лифтик чиркаешь и он от чирка не поджигается то есть включен постоянно электроды замыкают обмазу есть двухтактный режим то есть когда подключаете горелку через его разъем и пользуйтесь кнопкой то есть двухтактный режим когда нажали на кнопку чиркнули подожгли ведете ведете отпустили дуга исчезла до высокочастотного поджига здесь нет но хотя бы можно аккуратно заканчивать швы не обрывает дугу да резко хотя бы ведешь 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 отпустил кнопку и просто с падом только кратер заварил еще из плюсов более менее удобное меню гораздо менее замудрене чем на хэлви то есть всего лишь параметры выбираешь заходишь и регулируешь их как-то с подручней правда нет русского языка но она и на английском принципе все доступно понятно если что не понравилось это когда нужно что-то подрегулировать подкрутить вот тоже настройку там подачи или влитажа приходится много-много-много крутить ручку что кажется бесконечность какой-то сделали хотя бы чтобы нажимаешь на кнопку крутишь и она быстрее стрелку двигает регулятора из каких-то минусов здесь была какая-то странная ошибка когда аппарат стоит заряжаешь электрод или берешь горелку и первый тык и выскакивает ошибка вот такая то есть когда щелкаешь на кнопку а ничего не происходит спасает от этой ошибки только выключение или сзади тумблером или из розетки включаешь все нормально работает вот такая ошибка была редко всего лишь два раза на выскакивала и именно вот когда при касании что это заводской брак или какие-то особенности аппарата пишет что мало напряжение в сети но тут заводские условия центром москвы можно сказать розетки 220 вольт а бывает даже 230 не один из аппаратов что сюда не приносили а здесь их уже было много там штук 40 европейские китайские никаких претензий не предъявляли а тут итальянский аппарат с блоком pfc который вроде как должен все это стабилизировать и вытягивать напряжение почему-то при 219 при 220 вольт в розетке выдают какие-то странные ошибки что ему мало напряжения а если я привезу куда-нибудь в деревню где 180 190 как-то странно все это может какой-нибудь заводской брак хотя аппарат новый только что из коробки каких-то больших масштабных проектов на нем не делали так посверкали попробовали и все взял бы я себе этот аппарат или нет взял бы я наверно все таки хэллоуи потому что он просто дешевле с нынешней экономической ситуации тем более а если захотелось бы что-то еще лучше то я бы наверно эту модель перескочил и взял бы что-то дороже то есть где уже есть всякие функции типа рутов cmt как на фроне и прочего но надо отметить что этот аппарат варит лучше чем хэллоуи стабильней как-то дуга мягче не надо синергетику крутить туда-сюда вертеть как на хэллоуи на хэллоуи приходилось корректировать берешь алюмишку четверку берешь ставишь все как положено там толщину пульс выставляешь все по толщине варишь и что-то как-то не так приходится вольтаж там плюс или минус крутить а здесь ставишь сразу все идеально брызг меньше летит то есть переплачивая за этот аппарат разница таки чувствуется за какой-то мягкость комфорт удобства все как-то такое уже люксовее и выше вот такие мысли по этому аппарату что еще хочется сказать спасибо людям которые мне задонатили в эти сложные времена для поддержки канала это прямо огонь если хотите тоже поддержать канал реквизиты в описании ну или хотя бы поставить лайк подписаться написать какой-нибудь комментарий уже большая поддержка ну на этом пока